Доход, ну или в принципе потеря, можно это и так назвать, составили в порядке. Мы вновь и вновь продлевали эту сделку, и продлевая, проявляли просто чудеса выдержки и терпения, толерантность. Рассчитывали, что наши зарубежные коллеги, наконец, начнут в полном объёме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия. Однако ничего подобного не происходило. Он и на зерновой сделке беззастенчиво наживался, просто полностью извратил смысл этих договорённостей и суть. Напомню, изначально сделка была нацелена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, на снижение угроз голода и на помощь беднейшим странам Африки, Азии и Латинской Америки. Собственно, именно поэтому Россия приняла на себя определённые обязательства содействовать её реализации. Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Тем более, что у нас в этом году, как доложил министра, вновь ожидается рекордное урожай. С учётом всех факторов, о которых сегодня я сказал, продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл. Мы не против самой сделки как таковой, тем более учитывая её значение для глобального рынка продовольствия, для многих государств мира. И, безусловно, рассмотрим возможность вернуться в неё, но только при одном условии. Если будут в полном объёме учтены, а главное, реализованы, именно реализованы все, без исключения, ранее согласованные принципы участия России в этой сделке. Ну и, наконец, базовые условия России для возвращения к сделке – это восстановление её изначальной гуманитарной сути. Вот при этих условиях мы незамедлительно, при исполнении всех этих условий, о чём мы раньше договаривались, они не сейчас, но и придуманы, эти условия. Но как только они будут исполнены, мы незамедлительно в эту сделку вернёмся.